В этом видео я расскажу о построении индекса активов. Этот показатель благосостояния не так широко распространен, как доходы или расходы. Однако же он может служить полезным дополнением к анализу, при необходимости учесть долгосрочный аспект благосостояния. В нашей работе с Владимиром Ефимовичем Гимпельсоном мы сравниваем то, на какое место в распределении благосостояния ставят себя респонденты с тем местом, где они стоят в этом распределении по различным объективным характеристикам. Мы не знаем, о чем думают респонденты, когда их спрашивают о благосостоянии. Как известно, благосостояние можно измерить с помощью доходов, расходов, потребления или накопленного богатства. В РМС есть подробная информация о доходах и расходах. Однако же монетарный показатель накопленного богатства недоступен. Но существует еще один показатель, который характеризует накопленные богатства. Это индекс активов. Интересно, что в нашем исследовании именно этот показатель оказывается наиболее близким к субъективным представлениям о благосостоянии по сравнению с доходами и расходами. Индекс активов. Данный показатель был предложен для использования в работах Филмера и Притчета. И с тех пор он активно применяется для определения социально-экономического статуса домохозяйств в различных обследованиях, в том числе тех, которые проводят Всемирный банк и ООН. Формула индекса представлена на слайде. Индекс представляет собой взвешенную сумму индикаторов владения активами. Веса в данном случае получаются с помощью некоторой статистической процедуры и отражают важность актива для благосостояния домохозяйства. Чаще всего показатель используется в условиях, когда недоступны качественные монетарные данные. Но и в условиях ERMES индекс может служить полезным дополнительным показателем. Стоит понимать, что индекс стремится отразить накопленное богатство домохозяйства, что является отдельным долгосрочным аспектом его экономического благосостояния. Таким образом, для таких широких понятий, как социально-экономический статус или благополучие, индекс является одной из возможных прокси-переменных. Особенно показатель индекса активов подходит для определения уровня жизни в развивающихся странах в связи с его достоинствами. Индекс меньше страдает от ошибок измерений и пропущенных наблюдений. Домохозяйства не стремятся скрывать и лучше осведомлены о своих нематериальных активах по сравнению с денежными показателями. Также показатель индекса активов более стабилен во времени, он меньше подвержен краткосрочным шокам, поскольку показывает долгосрочный аспект благосостояния. Неманитарный показатель может быть более точным в случае, когда существенная часть доходов получена в натуральной форме, которую исследователю сложно оценить. Для определения качества показателя исследователи смотрят объясняющую силу индекса. Для таких показателей, как здоровье, образование или смертность, в результате показано, что для многих показателей индекс имеет значительную объясняющую силу. Также исследователи интересуют соотношение разделения населения по индексу активов и по другим показателям благосостояния. Показано, что часто они расходятся достаточно сильно. И это неудивительно, поскольку они отражают разные аспекты благосостояния. При расчете индекса необходимо принять несколько методологических решений. В индексе есть две составляющие – активы и их веса. Соответственно, первое решение связано с методом получения весов, а второе решение – с составом активов. Стоит сказать, что процедура оценки показателя во многом остается на усмотрении исследователя. Ряд работ по данным РМС использовали индекс активов. А специальные работы, посвященные построению индекса на данных РМС, были опубликованы в 2008 году – это работа Уолл и Джонстон, и в 2005 – это работа Колейников и Энджелес. По поводу метода расчета весов в литературе нет единства. Предложено множество различных процедур, имеющих свои сильные стороны и ограничения. В целом показано, что различные методы дают достаточно близкие значения индекса. Для простоты изложения я буду использовать самый распространенный метод, предложенный изначально Филмером и Притчетом. Это метод главных компонентов. Метод главных компонентов – это один из основных способов уменьшить размерность данных, потеряв при этом наименьшее количество информации. Вычисление главных компонентов сводится к вычислению собственных векторов и собственных значений кавариационной матрице исходных данных. Первая компонента объясняет большую часть общей вариации. Основное допущение при построении индекса состоит в том, что первая компонента отражает некоторую ненаблюдаемую переменную, более всего объясняющую владение активами. И мы считаем, что главным объяснением владения активами является именно богатство домохозяйства, а не, например, вкусы, традиции или доступность этих активов. Рассмотрим отбор переменных на данных РМС. Для примера буду использовать 28-й волну обследования. Обычно в индекс включается три типа переменных – непроизводственные активы, характеристики жилья и производственные активы. Все эти категории переменных представлены в данных РМС. Среди активов представлены товары длительного пользования. От мелких бытовых приборов, например, MP3-плеер или GPS-навигатор, до транспортных средств. Также есть информация о владении недвижимостью. Из характеристик жилья мы знаем его площадь, как общую, так и жилую, количество комнат, а также доступ к коммунальной инфраструктуре. Наличие централизованного отопления, водоснабжения и канализации, горячего водоснабжения, баллонного газа или электрической плиты. К производственным активам можно отнести информацию о грузовом автомобиле, тракторе, а также о владении скотом и птицей. В данном примере я работаю с файлом домохозяйств и репрезентативной выборкой. Для построения индекса необходимо все данные об активах перекодировать в даме переменной. Также я хочу нормировать переменную площадь жилища, разделив ее на количество членов домохозяйства. На слайде красным всегда представлены строчки кода в пакете стата. Обсудим некоторые принципы и проблемы, связанные с процессом отбора переменных для построения индекса. Первая проблема связана с основным допущением метода. Как вы помните, мы предполагали, что извлекаемая компонента несет значение именно благосостояние домохозяйства. Поэтому исследователь должен рассмотреть используемые перемены под следующим углом. Действительно ли набор активов отражает именно богатство домохозяйства, а не какой-либо другой фактор. Например, жизнь в городе или деревне, доступность, благ, вкусы, предпочтения и другое. Конечно, в той или иной степени любое благо страдает от искажений, связанных с этой проблемой. Однако же сила искажений может быть больше или меньше. Чаще всего при построении индекса рассматривается смешение собственного эффекта благосостояния и урбанизации. Другой проблемой является включение коллективных активов. Включение коллективных активов является спорным, поскольку затрудняет измерение личного благосостояния домохозяйства. Ярчайшим проявлением этих двух проблем является вопрос использования показателей доступа к инфраструктуре. В литературе нет однозначного мнения о том, необходимо ли включать такие переменные. Во-первых, наличие доступа к инфраструктуре является характеристикой не столько благосостояния самого домохозяйства, а скорее населенного пункта, где домохозяйство проживает. Этот факт делает сложным разделение домохозяйств по уровню благосостояния и приводит к разделению домохозяйств на кластеры в соответствии с местом проживания. Подробнее об этой проблеме можно прочитать в работе McKinsey 2005 года. Включение инфраструктурных характеристик в целом приводит к увеличению разрыва в благосостоянии между городом и сельской местностью, который показан индексом. Мы на данных РМС посмотрим, к чему приводит включение инфраструктурных характеристик в данном случае. Другой проблемой при отборе переменных является включение показателей, имеющих отрицательные веса. Интуитивно ясно, что информация о владении некоторыми типами активов сообщает нам о не очень высоком уровне благосостояния домохозяйства. Однако же в случае, когда такие активы включаются в индекс, он получает нежелательное свойство. Получается, что домохозяйство, которое не имеет ни одного актива из списка, оказывается выше, чем то, которое имеет хотя бы некоторые, скажем в кавычках, плохие активы. Кроме того, возникает проблема, когда одно и то же благо в разных подвыборках имеет разное значение. Например, для городского жителя какое-то благо сообщает о его невысоком статусе социально-экономическом, а в сельской местности тоже благо будет сообщать наоборот о высоком социально-экономическом статусе. Обе эти проблемы имеют отношение к активам, данные о которых есть в РМС. В списке активов есть несколько таких, которые выполняют одну и ту же функцию, но соответствуют разному уровню текущего благосостояния. Например, цветной телевизор может быть плоским и не плоским. Видеомагнитофон и DVD-проигрыватель выполняют одну и ту же функцию, но, очевидно, также относятся к разному уровню благосостояния. Есть два вида доступа в интернет – скоростной и нескоростной. Есть отечественный и импортный автомобиль. И в каждом таком случае нужно рассмотреть пару этих активов. Как мы видим, многие домохозяйства имеют как неплоский, так и плоский телевизор. И также они вместе владеют DVD-проигрывателем и видеомагнитофоном. В итоге мы получаем ситуацию, когда домохозяйства, имеющие оба актива, оцениваются как менее благополучные по сравнению с теми, у кого есть только один более дорогой актив. Потому что обладание более дешевым активом вносит отрицательный вклад в нашу оценку благосостояния домохозяйства. Такая ситуация не кажется желательной. Поэтому для этих двух активов – телевизора и видеомагнитофона – я предлагаю не включать более дешевый из пары активов. Поэтому получится, что среди тех, у кого нет плоского телевизора, окажутся и те, у кого нет телевизора вообще, и те, у кого есть только старая модель. А для других сомнительных случаев обладание двумя благами одновременно является редкой ситуацией. Поэтому пока такие активы я буду дальше рассматривать для включения в индекс. Другим проявлением проблемы отрицательных весов будет разное значение актива для разных подвыборок. И у нас есть яркий пример – это наличие газа. Можно подозревать, что наличие газа будет разное значение иметь в городе и в сельской местности. В городе наличие газа скорее говорит о более старом жилье и, возможно, о более низком уровне благосостояния домохозяйства. При том, что влияние возраста жилья на потенциальную стоимость жилья тоже нелинейное. То есть тут может быть достаточно сложная связь. При этом в сельской местности наличие газа, скорее всего, будет говорить о более высоком благосостоянии домохозяйства. И, включая такую переменную в список, мы будем занижать благосостояние домохозяйств, которые живут в сельской местности и имеют доступ к газу. Поскольку, опять же, доступ к газу мы оценим как отрицательный вклад в общее благосостояние домохозяйства. Простым решением этой проблемы также будет просто не включать такой сомнительный актив в список при составлении индекса. В некоторых работах предлагается включать переменную, обозначающую, является ли домохозяйство собственником жилья, в котором оно проживает. В предшествующих работах по данным РМС предлагалось не включать данную переменную, поскольку в российских условиях владение жильем отражало советский период истории домохозяйства. Кроме того, рынок аренды жилья был не очень развит. В текущих условиях данные аргументы постепенно теряют свою значимость, поэтому можно попробовать включить переменную в анализ. Однако это требует от исследователя принять решение о ранжировании вариантов собственности. То есть мы должны решить, что мы считаем лучше для благосостояния домохозяйства. Например, когда оно арендует жилье или когда оно проживает в общежитии. Такие решения достаточно сложно обосновать. Я попробую включить переменную о собственности жилья в простом виде. Да, не переменной на то, является ли домохозяйство собственником жилища. Соответственно, все альтернативные варианты окажутся в базовой категории отсутствия данного актива. Также можно поставить вопрос о том, нужно ли включать производственные активы. Я не считаю правильным их включение. Здесь может быть логика, подобная тому, которая используется при построении показателя потребления. Когда включаются только конечные потребления домохозяйства и не учитываются траты, которые вносят вклад в домашнее производство на продажу. Кроме того, список доступных переменных в РМС достаточно короткий. И это тоже нас приводит к проблеме разделения городской и сельской местности. Ну и наконец, почему тогда мы не должны включить показатели человеческого капитала, которые тоже используются для извлечения дохода большой части населения. Но это уже сильно расширит понятие индекса. Поэтому я предлагаю ограничиться только непроизводственными активами. Итак, сколько же переменных оптимально выбрать? В литературе предлагается использовать от 10 до 30 переменных. Чем больше переменных мы используем, тем лучше наш индекс будет разделять домохозяйство по уровню благосостояния. С другой стороны, тем меньшая доля общей вариации будет улавливаться индексом. Соответственно, нужно найти какое-то оптимальное значение по количеству переменных. Начинать анализ стоит с описательной статистики. Прежде всего, нужно посмотреть частотные таблицы. Здесь нас будут интересовать пропущенные значения прежде всего. Соответственно, не нужно включать переменные, которые имеют большое количество пропущенных значений. Кроме того, не стоит включать переменные, у которых очень низкая вариация в обладании активом. То есть, не нужно включать какие-то активы, которыми владеют все или которыми никто не владеет. Такие активы не добавят информации. Наконец, нужно посмотреть матрицу корреляции активов. С одной стороны, больше корреляция в данных позволяет первой компоненте извлечь больше вариаций, что, конечно, хорошо. С другой стороны, слишком высокая корреляция может привести к кластеризации домохозяйств. То есть, нужно следить за тем, что нет ситуации, когда несколько переменных очень сильно скоррелированы друг с другом и слабо скоррелированы с другими переменными. В таком случае следует включить только какую-то одну переменную из такой группы сильно скоррелированных показателей. Слишком низкая корреляция между показателями тоже может настораживать. Если какой-то показатель очень мало скоррелирован со всеми другими, возможно, значит, эта переменная совсем не связана с благосостоянием. И такую переменную также не стоит включать. Давайте посмотрим на описательную статистику. Проблема пропущенных наблюдений здесь не присутствует. То есть, все переменные имеют крайне мало пропущенных значений. А вот есть два актива, которые крайне мало представлены в выборке. Это стационарный компьютер и мотоцикл, мотороллер, моторная лодка. Эти активы далее мы не будем использовать в анализе. Остальные активы таких проблем не имеют. Давайте отдельно посмотрим на частотные таблицы для показателей доступа к инфраструктуре по месту проживания домохозяйства. Как видно, для всех показателей, за исключением телефона и газа, уровень владения активом зависит от места проживания, то есть от типа населенного пункта. Как я говорила раньше, это может создать некоторые проблемы при интерпретации полученного показателя индекса актива. Перед расчетом индекса я посмотрю на матрицу корреляций всех переменных, которые собираюсь включить в расчет. Сложно привести матрицу целиком на слайде, однако я обращу внимание на некоторые моменты. Во-первых, это высокая корреляция между собой показателей, связанных с доступом к инфраструктуре. Эти показатели сильно скоррелированы друг с другом и слабо скоррелированы с остальными активами. Поэтому я не буду включать вместе показатели централизованного отопления, централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения и центральной канализации. Включу из них какой-нибудь один. Что касается остальных активов, они достаточно слабо скоррелированы друг с другом. Как правило, корреляция меньше 0,1. Однако нет таких активов, которые особенно выделяются низкой корреляцией. То есть исключать какие-то активы товара длительного пользования из-за низкой корреляции я не буду. Итак, приступим к анализу данных с использованием пакета стата. На слайде красным вы видите выделены строчки кода, которые я использовала для проведенных расчетов. Внизу слайда представлена часть из результатов, которые выводятся на экран статы после выполнения команды для метода главных компонент, команды PCA. Нас здесь будет интересовать доля объясненной вариации. Коэффициент 0,13. Он достаточно низкий, но приемлемый при расчете индекса активов. Кроме того, справа на слайде представлена таблица с рассчитанными весами для всех показателей, которые были отобраны для анализа. Желтым выделена переменная C9623A. Это показатель низкоскоростной доступ к интернету. Для данной переменной мы наблюдаем проблему отрицательных весов. Как видно, низкоскоростной доступ в интернет в городской местности говорит о более низком благосостоянии домохозяйства, тогда как в сельской местности он говорит о более высоком благосостоянии домохозяйства. Поэтому данную переменную предлагается исключить из дальнейшего анализа. Также мы видим отрицательные коэффициенты для показателей собственности жилья и размера жилья на одного члена домохозяйства. В предыдущих исследованиях, по данным Эрмес, включалась переменная размер жилья на одного проживающего. И она также имела отрицательный коэффициент. Скорее всего, это связано с тем, что большая площадь ассоциируется с проживанием в собственном доме, что в свою очередь ассоциируется с более низким уровнем благосостояния. Собственность квартиры, в которой проживает домохозяйство, что удивительно, также ассоциируется с более низким уровнем благосостояния домохозяйства. Для дальнейшего анализа я также предлагаю не включать эту переменную, как это делалось в более ранних исследованиях. После исключения проблемных переменных проводим снова тот же самый анализ. Применяем команду PCA, строим веса для всей выборки. На основе этих весов с помощью команды PREDICT строим новый индекс. А на основе него с помощью команды XSTYLE делим все население на 5 квинтильных групп по уровню благосостояния. Получившийся индекс должен пройти еще одну проверку. Нужно посмотреть, растет ли обладание определенным активом при переходе от менее благополучных к более благополучным домохозяйствам. Как видно из графика, для всех активов, которые мы включили в индекс, выполняется это правило. Соответственно, построенный нами индекс данную проверку проходит. Продолжение следует... Рассчитаем еще один вариант индекса, включающий только информацию о владении активами и площади жилья. Из этого варианта расчетов исключим всю информацию о доступе к инфраструктуре. Как видно, полученный вариант индекса уже не страдает от проблемы отрицательных весов. На основе полученных весов рассчитаем новый индекс, а на его основе разделим на квинтильные группы все домохозяйства выборки. Итак, проведем снова ту же самую проверку. Увеличивается ли обладание активом с ростом благосостояния домохозяйства? Здесь мы видим, что для всех активов доля индивидов, владеющих этим активом, растет при переходе от более низкой к более высокой квинтильной группе. Соответственно, логика построения индекса не нарушена. Посмотрим, как полученные нами индексы активов соотносятся с другими показателями благосостояния, доступными в РМС. Это доходы и расходы, посчитанные на одного члена домохозяйства. Также интересно посмотреть корреляцию полученных индексов активов с показателем жизни в городе или ПГТ. Как видно, полученные нами индексы не очень сильно скоррелированы с другими показателями благосостояния. Однако, что характерно, оба варианта индекса больше скоррелированы с расходами, чем с доходами. Это обычно для индексов активов. Интерпретировать это можно следующим образом. Как расходы, так и индекс активов показывают более долгосрочный аспект благосостояния по сравнению с доходами. Поэтому они больше скоррелированы. Также можно заметить, что посчитанный нами индекс, который включает показатели доступа к инфраструктуре, больше скоррелирован с показателем жизни в городе по сравнению с другими показателями благосостояния. Это говорит нам о том, что в какой-то мере первый вариант индекса оценивает не только благосостояние домохозяйства, но и степень его урбанизированности. Соответственно, исследователь может выбрать один из двух вариантов индекса в соответствии с целями своего исследования. Вопрос в том, хочет исследователь уловить также и этот эффект или нет. В этом видео я рассказала о показателе индекс активов, дополнительном показателе благосостояния, доступном в данных Hermes New Shea. Данный показатель привносит долгосрочный аспект благосостояния в анализ домохозяйств. При построении индекса возникают сложности, связанные с включением переменных, отражающих доступ к инфраструктуре. Необходимо внимательно анализировать данные на предварительном этапе анализа. При использовании метода главных компонент показатель, включающий индикаторы доступа к инфраструктуре, улавливает не только благосостояние домохозяйств, но и факт проживания домохозяйства в городе. Поэтому исследователю необходимо внимательно подойти к выбору варианта расчета индекса в зависимости от своих целей.